Министерство обороны Российской Федерации продолжает анализ военно-обиологической деятельности США и их союзников на Украине и других регионах мира. Ранее мы отмечали, что в ходе специальной военной операции были получены документальные свидетельства, подтверждающие, что сотрудниками биосферного заповедника в населенном пункте Аскания-Нова Херсонской области проводились изучения путей миграции перелетных птиц, а также отбора и передачи за рубеж биологического материала. Оперативной группой Миниобороны России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора были подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовый барьер, в частности штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%. Напомню, что показатель летальности новой коронавирусной инфекции составляет около 1%. Несмотря на попытки сотрудников заповедника экстренно уничтожить отобранные биоматериалы путем отключения электроснабжения холодильных установок и разрушения криохранилища с жидким азотом, специалистами 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России даже в подвергнутых деструкции и пробах были выявлены следы генетического материала высокопатогенного гриппа птиц, вируса болезни Нью-Касла, а вуловирусов. Со слов оставшихся в заповеднике сотрудников, за вывоз или уничтожение результатов исследований украинская страна предлагала им крупное денежное вознаграждение. Изъятые в ветеринарной лаборатории заповедника документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов UP8, ПИ-444 подготовки к реализации проекта FLU Flyway. Их целью является оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что заказчиком проектов является Минобороны США, ведомство, не имеющее никакого отношения к изучению маршрутов миграции птиц. Мы уже обращали ваше внимание на документально подтвержденный факт массового потяжа птиц на территории заповедника Аскания-Нова в 2021 году, который, по мнению экспертов, носил инфекционный характер. Было отмечено, что одномоментная гибель птиц спровоцирована проводимыми экспериментами и пренебрежительным отношением к требованиям безопасности. На этом фоне особая озабоченность вызывает рост заболеваемости гриппом птиц на территории России и в европейских странах, где, по данным Международного эпизодического бюро, заболевание приобрело круглогодичный характер, а потеря от него с 2021 года превысил 3 миллиарда евро. С начала этого года в России зафиксированы 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах. Только за последнюю неделю заболевание выявлено на предприятиях Кировской и Ярославской областей. С 17 мая 2023 года карантинное мероприятие по высокопатогенному гриппу птиц введено на территории Москвы. При этом суммарный ущерб психохозяйственной отрасли от данного заболевания за последние 3 года превысил 4,5 миллиарда рублей. Было уничтожено более 10 миллионов домашних птиц. Хотя в самих США с 2003 года имели место эпизодии гриппа птиц и один случай передачи инфекции человеку, вместе с тем за всю историю наблюдения на их территории не зафиксировано вспышек африканской чумы свиней и ящера, заболевания, представляющих основную угрозу продовольственной безопасности. При этом американское военное ведомство активно изучает данные экономически значимой инфекции за пределами национальной территории в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников. Это еще раз подтверждает, что в Соединенные Штатами вне национальной юрисдикции, в том числе на территории Украины, расширяется разработка компонентов биологического оружия. Напомню, что в октябре 2022 года США обнародовали национальную стратегию по противодействию биологическим угрозам. Документ имеет доктринальный характер и определяет управление биологическими рисками как жизненно важный приоритет США. С помощью утвержденной стратегии Вашингтон планирует создать под контрольную США архитектуру предупреждения, реагирования и нейтрализации биоугроз в своих национальных интересах. Одним из направлений стратегического развития является совершенство методов индивидуальной и групповой биозащиты личного состава вооруженных сил США на различных театрах военных действий. Одновременно ставится задача продолжить изучение эндемичных для конкретных районов возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний. Это подтверждается другим документом долгосрочного планирования новой стратегии США в области биопроизводства, утвержденной 23 марта 2023 года. Обращаю Ваше внимание, что стратегии разработаны именно американским военным ведомством. Документ определяет долговременные цели по развитию биотехнологий и поиску их военного применения. Заявленная цель, цитата, обеспечить технологический суверенитет в области биопроизводства и обогнать стратегических соперников. Объем финансирования мероприятий в рамках утвержденных стратегических документов на предстоящие пять лет составляет порядка 90 миллиардов долларов. При этом США намерены усилить глобальный контроль за биологической обстановкой в мире и оставляют за собой право проведения исследований двойного назначения, в том числе за пределами национальной территории. Соединенные Штаты уже активизировали свою военно-биологическую деятельность на территории постсоветского пространства. На смену управлению по снижению угрозы Минобороны США ДИТРА и подрядным организациям Пентагона пришли посреднические гражданские организации, такие как Центр по контролю и профилактике заболеваний США, а также исследовательская компания Griffin Scientific. Под прикрытием решения субогом мирных задач в государстве Центральной Азии и Закавказья спланирована работа по отбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов, чумы, сибирской язвы, тулиемии. При этом американская администрация используется уже отработанный сценарий якобы гуманитарного взаимодействия. В первую очередь высказывается озабоченность состояния биологической обстановки. Далее обеспечиваться заинтересованность профильных министерств в совместной работе заключается межправительственное соглашение. В результате возводится биообъект, который подключается к единой системе биомониторинга. Все имеющие у страны разработки в биологической сфере, включая коллекции патогенных микроорганизмов, становятся достоянием США. А созданная лабораторная база без американской поддержки становится бесполезной. Хотелось бы обратить внимание, на последние несколько лет в США существенно увеличилось количество биолабораторий с максимально высоким уровнем изоляции БСЛ-3 плюс и БСЛ-4. Как следует из доклада Лонганского королевского колледжа, в США 25 действующих и 3 строящихся лаборатории, в которых проводятся исследования особо опасных вирусов и бактерий. В соответствии с документом, в ближайшие несколько лет планируется открыть еще 18 лабораторий БСЛ-4. Большинство из которых будут расположены в азиатских странах, вне национальной юрисдикции США. При этом высказывается озабоченность, что функционирование указанных объектов будет создавать серьезные риски. Лаборатории расположены в густонаселенных районах. При их строительстве происходит экономия за счет защитного оборудования. А в странах, где они базируются, отсутствуют эффективные правовые нормы, регламентирующие вопросы биобезопасности. Кроме того, в опубликованном в феврале 2023 года докладе о разведсообществе США, оценка глобальных угроз, авторы подчеркивают, цитата, «Отсутствует эффективный механизм контроля и устранения биорисков, а международные контролирующие органы, имеющие компетенции в данной области, действуют разрожденно и не обладают достаточными полномочиями», конец цитаты. Несмотря на убедительные доводы экспертного сообщества администрации Соединенных Штатов, не в состоянии сделать правильных выводов и продолжают осуществление непрозрачной биологической деятельности по всему миру. Заявленная приверженность Вашингтона глобальным стандартам и нормам биобезопасности, на практике оборачивается отрицание международных инициатив по укреплению КБТО и блокирование разработки его контрольного механизма. Необходимо отметить, что США никогда четко не заявляют о своих обязательствах в области безопасности исследований, проводимых в подконтрольных им биолабораториях. Это подтверждается результатами анализа документов Национального института здоровья США, которые касаются нарушений техники безопасности. В ходе проведенного независимой кампанией Intercept расследования было изучено более 5,5 тысяч страниц сообщений об инцидентах. В результате сделан вывод, что исследования, проводимые в университетах Вашингтона, Миннесота и Ренойса, привели к внутрилабораторным заражениям и создали риск дальнейшего распространения опасных патогенов. Данная статистика не учитывает инциденты на военно-биологических объектах, ключевым из которых является Медицинский и научно-исследовательский институт инфекционной болезни в Форт-Дитрике. При этом институт неоднократно ставился предметом расследования со стороны федеральных органов США и заведения непрозрачной и небезопасной деятельности. Так, в 2009 году его работа была приостановлена из-за нарушения правил учета биоматериалов, создающего риски утраты, хищения и незаконного оборота патогенов. Напомню, что именно в этом институте работал микробиолог Брюс Эванс, главный подразумеваемый в совершении биотеррористических атак, связанных с рассылкой спортсибирской язвы в США в 2001 году. В 2019 году федеральные регулирующие органы запретили проведение работы с опасными патогенами в Форт-Дитрике из-за низкой эффективности систем обеззараживания стоков и многочисленных нарушений техники безопасности, на устранение которых потребовался почти год. В соответствии с официальным заявлением МИД Китая, именно в указанный период в нескольких районах США были зарегистрированы локальные вспышки заболеваний пневмонии неизвестного происхождения. Систематические нарушения требований безопасности в американских биолабораториях вызывают основанную обеспокоенность мирового сообщества. Так, перенос в декабре 2019 года военно-биологической лаборатории военно-морских сил США НАМРУ-3 из Каира на сицилийскую авиабазу Сиганелла вызвал крайне негативную реакцию гражданам Италии. По заявлению итальянских средств массовой информации США воспользовались пандемией для отвлечения внимания общественности от факта передислокации биолаборатории. Как отмечает издание «Эль анти дипломатика», цитата, «крайне подозрительно, что не была использована возможность рассказать об этой лаборатории, если на бумаге ее цель изучение угроз здоровью». Хотелось бы напомнить, что из европейских государств именно Италия серьезнее всего пострадала от вируса COVID-19. А Минобороны России по просьбе итальянских властей оперативно оказала помощь итальянскому народу в разгар эпидемии. При этом ни в одном источнике не упоминается деятельность НАМРУ-3 по защите итальянских граждан, хотя уровень оснащенности объекта позволял и позволяет проводить весь спектр исследований с возбудителем новой коронавирусной инфекции. Очевидно, что передислокация НАМРУ-3 под предлогом организации помощи не преследовала цель защиты итальянцев, а роль биолаборатории в распространении COVID-19 еще предстоит оценить. Неудивительно, что на фоне размещения в Италии американского военно-биологического объекта решение властей города Пизаро о строительстве национальной биолаборатории вызвало волну протестов со стороны местных жителей и массовое обращение в государственные органы. Ранее Министерство обороны России сообщало о создании Пентагона системы глобального контроля за биологической обстановкой и АйДСС. Оснащение подобными системами биообъектов на территории других стран предоставляет США возможность не только обеспечивать безопасность своих воинских контингентов в местах их дислокации, но и достоинно контролировать деятельность биолабораторий вне национальной юрисдикции. В состав системы контроля входят лаборатории сухопутных войск и военно-ворских сил США, а также пункты контроля, расположенные на территории американских военных баз в различных регионах мира. Базовой частью данной сети, которая формируется с 1997 года, является Научно-исследовательский институт сухопутных войск США имени Уолтера Рида. Хотелось остановиться на его деятельности более подробно. Документы, полученные в ходе специальной военной операции, свидетельствуют о том, что на протяжении нескольких лет институт принимал участие в подготовке украинского персонала в рамках программы сокращения биологических уросов. К обучению украинских специалистов привлекался руководитель отдела эпидемиологии Роберт Липник и его подчиненные. Представители учреждения курировали военно-биологические проекты UP1 и UP2, организованные ДИТРО, в ходе которых проводился активный сбор биоматериалов населения Украины. Только в рамках проекта UP1 под предлогом изучения распространения клещевых инфекций было отобрано более 800 проб крови. Имеящее в нашем распоряжении документы подтверждает участие института имени Уолтера Рида в изучении антибиотикоустойчивости микроорганизмов, выделенных от военнослужащих ВСУ, во время боевых действий на Донбассе вперед с 2014 по 2020 годы. В рамках данного проекта в четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, было изучено 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов. Проведено полный геном на секвенирование 52 изолятов. Возникает заговорный вопрос, почему Институту сухопутных войск армии США изучать лекарственную устойчивость микроорганизмов, выделенных на территории Донбасса. Это очередное свидетельство того, что США рассматривают территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО. Мы продолжим анализировать деятельность подведомственных Минобороны США учреждений, осуществляющих разработку компонентов биологического оружия. Субтитры создавал DimaTorzok